Всем привет, с вами Саргас. Сегодня я хочу рассказать о такой нетипичной для моего канала теме, как полиаморные отношения. Почему я выбрал эту тему? Потому что у меня очень много спрашивают в почте о сексе, о сексуальных отношениях, о том, как свет и магия в целом смотрят на те или иные вещи, в том числе и анонизм, о котором я рассказывал, в том числе и о сексуальных девиациях, о которых я тоже уже рассказывал на канале. И вот меня спросили о полиаморных отношениях. Как ни странно, я с этим знаком, мне это близко, но сразу хочу сказать, что если вы моралфак, если вы приверженец духовных скреп секса только после свадьбы с одним партнером для зачатия ребенка, то я думаю, вам стоит выключить это видео и вообще отрубить интернет. Не стоит, не нужно вам в интернет заходить, там столько грязи и вам будет одно расстройство. Поверьте, вам не понравится, а вы еще начнете на форумах писать, в комментариях все это обсуждать. Ну не нужно, не нужно, зачем? Давайте как-нибудь вы собираетесь в кружочке у подъездов и все вот это вот обсуждайте. Никому от этого вреда, думаю, не будет. Но тем не менее, я в комментариях моралфагов читать не хочу. Хотя я все равно за баню, можете писать. Итак, мне написали, ну я, наверное, подробностей рассказывать не буду, и спросили, как я лично к этому отношусь, как к этому относится свет, как к этому относится магия. Этот вопрос был связан с видео о сексуальных извращениях. И, собственно, у меня тот же ответ. Свету и магии плевать. Единственный нюанс, чтобы это никому не вредило. Не вредило ничьей репутации, чтобы все были согласны, ну и прочее. Думаю, это очевидно. Но о самих отношениях, о своем взгляде на это я, наверное, расскажу и расскажу в формате видео. Может быть, кому-то еще будет интересно, потому что в России информации об этом не очень много. Я к этому видео подготовился. Я просмотрел ВКонтакте материалы по данной тематике, даже заходил в группы любителей таких отношений. А в этих группах есть чаты по интересам. Я заходил в чате и спрашивал, господа, а вот у кого-нибудь из вас реально есть такие отношения? А, ну, наверное, кто не в курсе, полиамурные отношения — это отношения более чем с одним партнером. При этом это не свинг, когда просто люди занимаются сексом, а именно отношения, основанные на любви, взаимопонимании, когда люди друг другу интересны, а они просто собираются потрахаться. Уж простите за бедность моего лексикона, но как иначе это можно описать? Я зашел в группу полиамурных отношений и спросил, господа, а вы вообще вот здесь чем занимаетесь? У вас у кого-нибудь есть такие отношения на данный момент? И вы знаете, самое интересное, что нет, ни у кого нет таких отношений. То есть мне ответила одна женщина, то есть в этом чате в принципе была одна женщина, и рассказала, что вот да, у нее были такие отношения три раза, более-менее длительные, ну, длительное понятие относительно, думаю, длительность была около месяца. И у нее после таких отношений остался неприятный осадок. Почему? Потому что, как она выразилась, начались подковерные игры, что вторая девушка сразу начала строить планы, как бы опрокинуть первую девушку и остаться с этим мужчиной. Ну, я считаю, что это очень странно, то есть сидеть в таких группах, обсуждать полиамурные отношения, когда ни у кого их, по сути, не было. То есть у одной женщины и куча мужиков, которые просто готовы хоть с кем-нибудь, но вот, может быть, они скинут ли мне фотографию члена кому-нибудь, может вот так понравится. Ну, в общем, такая аудитория, ну, прямо скажем, странная там собирается. Конечно, есть и другие группы, есть, где у многих людей нормальные полиамурные отношения, есть, кто ищет еще там четвертого партнера. Это, ну, на мой взгляд, достойно уважения и чуть позже объясню, почему. Кстати, если у вас возникнет вопрос, как я могу обсуждать такие отношения с чужих слов или которых у меня никогда не было, я не говорю, что у меня их не было. Я просто не говорю о себе ничего, но я не говорю, что они у меня были. Я просто считаю, что имею право о них высказаться и имею свое мнение. Так вот, в основном адепты таких отношений, это просто банальные свингеры. Как правило, это мужики, которые в лучшем случае находят пару мужчина и женщина и, так сказать, на вечерок вклиниваются и ищут следующую пару, ну, или остаются с этой парой какое-то время, но при этом в лучшем случае иногда общаясь или поддерживая более-менее дружеские отношения, но и ни о какой любви или чем-то подобном речь там не идет. Я считаю это унылым и неинтересным. Ну, как вам объяснить, просто тупо секс на один-два раза? Наверное, это тоже неплохо, но, возможно, я покажусь старомодным. Однако, мне все-таки хочется иметь с партнершей какую-никакую духовную связь. Ну, помнить ее имя считается духовную связь? Шучу, конечно. Думаю, кто достаточно опытен в таких вопросах, меня поймет. Секс на один раз и секс с вашей постоянной девушкой, ну, или хотя бы девушкой, с которой вы какое-то время общаетесь, это совершенно разные вещи. Как минимум, это совершенно другой уровень энергообмена. Не знаю, кому как, но, на мой взгляд, секс – это в первую очередь акт максимальной близости, обмена энергии между чакрами партнеров. И если ваша связь достаточно глубокая, то синхронизация чакр партнеров, что очень серьезно усиливает вашу близость. К слову, приворот, который связывает чакры двух людей, дает такой мерзкий и противоестественный суррогат этой прекрасной связи. Естественная же связь – это совсем другое дело. И если энергообмен происходит только между паховыми чакрами, то это, на мой взгляд, унылый, хотя чисто физиологически может быть даже очень качественный и яркий секс. Если же вы общаетесь, то это уже связь по горловым чакрам. Если вы испытываете друг к другу хотя бы симпатию, которая, кстати, благодаря такой связи может вполне перерасти в любовь, то это связь еще по сердечным чакрам. Если вы являетесь единомышленниками, то это уже связь через лобные чакры. И когда паховая, сердечная, горловая и лобные синхронизированы – это не просто фантастический секс. Это ни с чем не сравнимая духовная близость, которой вы, ну, никак не добьетесь со случайным партнером. И дело здесь не столько в сроках, сколько времени вы общаетесь. Секс может быть хоть на втором свидании. Дело именно в вашем искреннем желании узнать партнера, понять его. Поэтому, ну, свинг я считаю, наверное, веселым развлечением людей, которые не обременены грузом духовности, но все-таки это исключительно плотские удовольствия, которые магам, конечно же, интересны, но они не ставятся во главу угла. И маг может достичь куда большего, нежели простое удовлетворение своих инстинктов. Поэтому, собственно, я и считаю полиамурные отношения чем-то прекрасным. И, увы, для большинства людей недостижимым. Когда три человека могут синхронизировать свои чакры и добиться такой высокой и поистине прекрасной связи, когда люди, которые думают об одном и том же, разговаривают об одном и том же, испытывают одни и те же эмоции и еще и умудряются получать удовольствие от секса друг с другом, это прекрасно, это полный энергообмен. Я, конечно, сейчас не говорю о чакре солнечного сплетения, корневой и коронной, но потому что это уже будут слишком тесные отношения, даже ближе, чем с родственниками. И, ну, не знаю, стоит ли допускать других людей, пусть даже тех, которых вы любите, в свою жизнь настолько. Но, по сути, и это возможно. Хотя по корневым чакрам, если вас партнер бросит, вам физически будет тяжело жить. Поэтому я бы не рекомендовал. Но, тем не менее, если человек находит вторую половинку и им достаточно друг друга, это прекрасно. Я ничего не имею против, это великолепно. Но если они хотят еще большего, если у них хватит любви, хватит желания узнать другого человека, если найдется кто-то еще, то это ничем не хуже. Не могу сказать, что лучше, может быть, но тут многие со мной поспорят. Но это точно не то, что стоит осуждать. При этом, конечно, полиамурные отношения могут быть разные. Как правило, это все-таки одна сложившаяся пара и еще одна девушка или еще один мужчина, которые, ну, на мой взгляд, идеальные отношения, в которых все-таки все партнеры равны в своих правах. Потому что если двое мужчин и одна женщина, ну, чтобы они все трое любили друг друга, мужчины должны быть бисексуальные. А там проблемы в паховых чакрах начнутся у обоих из-за диссонанса. Ну, там, если четвертая женщина это уравновесит. Но я натурал, поэтому мне это все сложно понять и принять. Но, тем не менее, могу предположить ситуации, в которых это возможно. Если же две девушки и мужчина, и он любит обеих, они обе любят его, то это прекрасно. Конечно, ему потребуется снабжать энергией и ту, и другую, потому что иначе у них начнутся проблемы в паховых чакрах. Но если мужчина энергетически развит, то это не проблема. С женщиной другой вопрос. У нее и так, естественно, идет очень большой отток. И женщинам сложно восполнять потребности двух мужчин сразу. А мужчине в этом плане, конечно, попроще. Но там, конечно, тоже есть разные варианты. Многие не согласятся и скажут, что, да господи, на двух девушек не хватит здоровья. Так кто ж вам мешает заниматься магией? Занимайтесь магией, развивайте энергетику, и здоровья вам хватит на 10 девушек. Поднимите, главное, задницу от дивана. Вопрос не в этом, и вопрос далеко не именно в разнообразии секса. Суть здесь, как я пытался все это время донести, в духовной связи двух, трех и более людей. К сожалению, к большому сожалению, многие это не понимают. Многие воспринимают это как тупо секс, тупо свинг, тупо вариант найти партнера, когда другой партнер не хочет. Ну, может быть, все это имеет место, но, на мой взгляд, по главу угла ставится не это. Но, кстати, если вы с вашим партнером, скажем так, сексуально не синхронизированы, то есть вашей девушке нужно гораздо больше секса, чем вам, или вам нужно гораздо больше секса, чем ей, то для начала таких отношений это очень хороший повод, потому что, на мой взгляд, искать девушку на стороне, втайне от своей девушки, или там ходить искать секс за деньги, это, ну, как-то совсем неприятно и неприемлемо. Все-таки, ну, обманывать, интриговать это будет неприятно не вам, не ей, когда она об этом узнает, а она об этом узнает. Поверьте мне, вы не самый умный. Ну, или если вы девушка. Если вы хотите ставить рога своему мужчине, то, на мой взгляд, лучше стоит просто разорвать отношения. Поэтому, если... Вот у меня как раз спрашивали, если мужчина хочет, женщина нет, то или с ней нужно серьезно поговорить, и отношения втроем ваш выход, или вы будете искать что-то вроде свинга, то есть вы будете ходить на сторону, она об этом будет знать, но это, на мой взгляд, партнер должен быть очень понимающим и очень широких взглядов. Если же никакой вариант и никакой компромисс не подходит, то, увы, эти отношения обречены на провал. Ну, или вы будете несчастным, злым, раздражительным и испытывать проблемы со здоровьем. Оно вам надо? Не надо. А держаться за отношения, ради отношений или ради детей, поверьте, ваша жизнь в ваших руках, и в 70 лет, находясь с нелюбимым человеком, которого вы уже 30 лет ненавидите, возможно, вы несколько переосмыслите свою жизнь. Я надеюсь, что все меня правильно поймут, что морал фаги не будут меня закидывать тухлыми яйцами и не будут рекомендовать покаяться и припасть к лону церкви. Благодарю за внимание. С вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт magsargas.com, обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу практической светлой магии. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok